Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин, и сегодня мы с вами поговорим о мозолях. О том, как их предотвращать, и если вдруг они с вами все-таки случились, с ними бороться. Ролик будет о моем комплексе для предотвращения мозолей. Минутка рекламы. Хочу порекомендовать вам канал «В погоне за металлом», где парни занимаются раскопками металлолома и зарабатывают на этом деньги. Множество интересных находок, от медных электродвигателей до заброшенных автомобилей, а также на канале вы увидите обзоры снаряжения, изучение старинных карт и советы по выборам металлоискателей. Еще парни показывают, как заработать на различных приборах быта. Производят вскрытие и достают оттуда цветной и драгметалл. Переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. А мы продолжаем. Логично было бы начать, наверное, с пластыря. Средства не только для того, чтобы бороться с мозолями, но и для их профилактики, но об этом чуть позже. Какой пластырь выбрать? Когда ты приходишь в аптеку, там великое множество различных пластырей на все вкусы, самых различных форм, размеров, цветов и так далее. Что же выбрать? Если вы в аптеке попросите пластырь, то, скорее всего, вам предложат уже такие нарезанные модные кусочки разных размеров. В принципе, неплохая вещь, но скорее для города. Для походов там нужна немножко другая специфика, поэтому такие пластыри я, если и беру, то рассматриваю их как такой дополнительный вариант. Основной же пластырь для походов я беру в рулонах. Это рулонный пластырь, причем рулон должен быть достаточно широкий. Чем шире, тем лучше, как показывает практика. Если вдруг такой широкий пластырь не нужен, то всегда из него можно вырезать какой-то необходимый тебе кусок или отрезать лишнее. Зачем нужен широкий пластырь, я думаю, всем и так понятно. Чтобы не клеить в несколько слоев, не накладывать один пластырь на другой. И, разумеется, такой монолитный единый широкий пластырь лучше держится на ноге. Количество пластыря, разумеется, нужно брать исходя из своих потребностей, целей похода и, в общем-то, количество человек в группе, наличие у них аптечек и так далее, и так далее, и так далее. В общем, количество пластыря подбирайте под конкретную ситуацию, под конкретный поход. Если большой рулон не нужен, можно, в принципе, от большого рулона отмотать несколько таких полосок, необходимое вам количество, и наклеить их на бумагу для наклеек. Она продается в Китае, она продается в каких-то магазинах. Если такой бумаги нет под рукой, то, в принципе, может подойти и бумага для выпечки. Она обычно вощеная, и от нее этот пластырь тоже неплохо отрывать. На что еще нужно обратить внимание? Пластырь должен быть суперклейким. Там должно быть достаточно много клея, и пластырь должен хорошо и долго держаться на ноге, так, чтобы вы могли поклеить пластырь с утра. И за весь ходовой день он у вас с ноги не съехал, не отвалился и не поменял свое местоположение на ней. Сейчас достаточное количество таких качественных пластырей, которые хорошо держатся. Так что несколько вариантов можно купить и посмотреть, какой из них лучше клеится. Это важный момент. Этому следует уделить внимание. Потому что если пластырь будет сбиваться или отклеиваться, вам придется постоянно его менять. Это, короче, дополнительный расход пластыря, дополнительный расход времени на его переклейку. И, в общем-то, для мозолей это тоже ничего хорошего не несет. Кроме того, что пластырь должен хорошо клеиться, еще один важный момент. Он должен клеиться на мокрую поверхность. Потому что мозоли зачастую возникают от того, что у вас сырые ноги, от того, что у вас намокли ботинки. Кожа становится на ногах мягкая и она больше подвержена мозолям. Поэтому, если мы клеим ноги, то ноги обычно сырые. Ну, в общем-то, в походах, я думаю, те, кто ходил в такие долгие, продолжительные, серьезные походы, знают, что частенько бывает так, что ноги мокрые. А клеить их все равно нужно, если на них возникли мозоли. Поэтому нужно выбирать пластыри, которые держатся на мокрой поверхности. Их тоже достаточное количество. Это не какие-то секретные технологии, которых нет в аптеках. Нужно спросить у аптекаря. Некоторые знают, некоторые не знают. Купить несколько вариантов пластырей и выбрать из них тот, который лучше всего вам подойдет. Я забыл упомянуть один из самых важнейших моментов. Кроме того, что пластырь должен быть в рулоне, он должен быть матерчатый. Конечно, есть бумажные варианты, есть пластиковые варианты. У них есть свои плюсы, но для походной специфики лучше всего подходит пластырь матерчатый. Из такой достаточно толстой и прочной материи, которую, если вы отрываете этот пластырь руками, если вам это удается, то вы прилагаете такое значимое усилие, а то и приходится его обрезать чем-то. Если брать пластиковые пластыри, они не дышат. Ну, точнее, плохо дышат. Если брать бумажные пластыри, они наоборот хорошо дышат, но очень плохо держатся. Поэтому лучший вариант это матерчатый рулонный пластырь. Еще один важный момент, на который редко обращают внимание, но он тоже играет свою роль. Хорошо, если внешняя сторона пластыря максимально гладкая. Часто бывает, что матерчатые пластыри, они такие шершавые с внешней стороны, и это не есть хорошо. Тогда создается трение между пластырем и носком, и его, короче, сбивает с нужного места. Пластырь хуже держится, и плюс создается дополнительное трение, которое, в общем-то, ничего хорошего для мозолей не несет. Следующий предмет из моего мозольного набора – это пластыри с подложкой. Это предмет опциональный, можно его брать, можно не брать, можно его самостоятельно скрафтить в условиях похода. Есть уже готовые, они тоже неплохи, там специальная такая подложечка, иногда даже пропитанная каким-то антисептиком или заживляющим составом, тоже нормальная штука. Такие пластыри чаще всего нужны, когда клеишь пятки, и нужны они для таких мозолей, которые уже лопнули. То есть там, по сути, открытое мясо, в общем-то, на открытое мясо пластырь клеить уже просто наживую не хочется, поэтому нужна какая-то подложка. И тогда такие пластыри, конечно, выручают. Как я уже сказал, можно купить готовые, можно сделать самому из кусочка бинта или спиртовой салфетки, которую вы просто приклеите своим рулонным пластырем. Но готовые тоже бывают неплохие. В моем опыте неплохо себя показывают такие вот пластыри с подложкой, с прозрачным пластиком. Они очень хорошо держатся, во всяком случае те, которые попадались мне, и очень плотно прилегают к коже, так что под вечер даже забываешь, что у тебя на ноге на клеен пластырь, прям срастаешься с ним. Следующий предмет мозольного набора – это средство дезинфекции. Что это такое? Это может быть перекись, мирамистин, спиртовая салфетка, что угодно. В принципе, когда я иду в длительные или в групповые походы, в аптечки, так или иначе, есть какое-то средство дезинфекции, обычно это перекись. Если же я иду в короткие походы или в походы на один день, или плюс-минус 2-3 ночевки, то я с собой прям такую большую аптечку не тащу. Конечно, иногда бывает, что я беру с собой какой-то маленький пузыречек с перекисью, но чаще я беру с собой просто несколько спиртовых салфеток. И вот для мозольного набора это тоже достаточно неплохой вариант, потому что, как я уже сказал ранее, из подобных салфеток можно сделать подложку для открытых мозолей и приклеить их рулонным пластырем. Ну или просто протереть ими какую-нибудь открывшуюся мозоль, чтобы туда не попала какая-нибудь грязь или инфекция. Следующая штуковина, она тоже опциональная, можно брать, можно не брать. Это клей. Они бывают самые разные, это медицинский клей. В аптеках в последнее время их великое множество. Штука интересная, но в какие-то короткие или даже в средние походы я ее беру редко. В основном она лежит в групповой аптечке, когда идет достаточное количество народу в поход. Клей неплохо помогает при небольших мозолях и при различных мелких царапинах. Замазал мелкую царапину этим клеем и забыл про него, потому что он получается как вторая кожа. И для всяких мелких порезов, царапин, мелких мозолей очень классно работает. Также он неплохо работает либо в очень влажных, либо в очень сухих и ветреных местах. Когда кожа трескается от ветра, солнца или наоборот от чрезвычайно высокой влажности. В основном трещины на ногах появляются от мокрых ботинок. Если очень долго топать в мокрой обуви, если несколько дней протопать в мокрой обуви, скажем, кожа на ногах может треснуть. И это очень болезненно, это очень неприятно. И даже пластырем, если заклеить, ну все равно это чувствительно. А клей, он как бы затягивает эту ранку и получается очень такой неплохой вариант. Что еще? Если идем в очень жарком климате, солнечный день, жарит солнце или дует ветер. Бывает так, что от жары или от ветра трескается кожа на руках. На сгибах пальцев получаются такие очень неприятные, иногда даже кровавые трещины. И это, в общем, достаточно болезненно. И вот против таких штуковин тоже замечательно работает клей. Следующим номером у нас идет тальк, детская присыпка и другие такие впитывающие влагу порошки. Штука хоть и опциональная, но часто бывает полезная в походе, потому что, опять же, если у нас ноги мокрые, то нужно как-то эту влагу из них вытягивать. И тут нам приходит на помощь тальк. Потому что если кожа на ногах у нас будет постоянно мокрой, она станет мягкой, она истончится, а это прямой путь к мозолям. Чтобы такого не случалось, используем присыпку. Еще говорят, что присыпка помогает тем, кто страдает различными потертостями. Обычно они возникают на внутренней стороне бедра. Используешь присыпку, это место не так сильно потеет и не так сильно натирается. Следующая вещь – это иголка. Можно взять еще и нить, чтобы сделать дренаж. Иголка обычно и так всегда есть в ремкомплекте, собственно, как и нить. Зачем она нужна? Для того, чтобы прокалывать пузырь мозоли. Либо продеваем иголкой нить внутрь мозоли и из нитки у нас получается такой дренаж. Нужно, чтобы только нитка впитывала влагу. Иголку и нитку перед такими фокусами, конечно, нужно продезинфицировать. Той же спиртовой салфеткой можно это сделать. Ну или иголку на крайняк можно прокалить над зажигалкой. Скотч. Я думаю, никому не нужно объяснять, что скотч – это вообще очень полезная в жизни и в том числе и в походе штуковина, которая тоже зачастую есть в ремкомплекте. Я обычно беру суперклеющийся скотч, который может клеиться, опять же, на влажную поверхность. В общем, я обычно выбираю дорогой сантехнический армированный скотч. Если совсем крайняк, если ситуация как-то складывается не очень, то, в принципе, скотчем можно клеить и мозоли, если нету пластыря. Но чаще я использую скотч для такой дополнительной протекции. Если не уверен, что пластырь будет держаться весь ходовой день, то, в принципе, сверху можно жахнуть его таким вот хорошо клеющимся скотчем. Там клей обычно дай боже, и, в общем-то, потом приходится с трудом это отдирать от ноги. Но клеится намертво. Поэтому, если не уверены в своем пластыре, или если у вас там пластырь наклеен как-то в несколько слоев, или не хватает ширины, то поверху все это можно дополнительно примотать скотчем. Получается суперпрочно, точно держится ходовой день, может быть, даже несколько ходовых дней. Единственный минус такой конструкции – она не дышит. Ножницы. Вещь необходимая для того, чтобы отрезать пластырь, отрезать скотч, отрезать кусочек бинта для подложки, отрезать кусок кожи от разорвавшейся мозоли. Ладно, обещаю, что больше не буду. Но самое главное – ножницы нужны для того, чтобы подстричь отросшие ногти на ногах во время похода. Потому что отросшие ногти часто тоже становятся причиной возникновения мозолей. Особенно, если ботинки такие тесноватые. В общем-то, очень болезненно можно натереть какой-нибудь из пальцев отросшим ногтем. Так что снаряжение необходимое. Я обычно беру с собой мультитул, какой-нибудь лейзерманчик, типа лейзермана стайл. Можно взять там викторинокс классик, кто что любит. Или просто взять с собой из дома маникюрные ножницы, и будет вам счастье. Также можно взять с собой различные препараты и мази для скорейшего заживления мозолей. Такие как мазь-спасатель, синтомициновая эмульсия и многие другие. Я не буду углубляться в эту тему. Это вам, конечно, нужно к врачам, или просто спросить в аптеке, какая сейчас моднейшая мазь лучше спасает от мозолей. Я думаю, вам там посоветуют. Штука тоже опциональная. В принципе, как показывает практика, может быть и быстрее заживает, если мозоль чем-то мазать. Но можно и не мазать. Я, если честно, особо сильной разницы не замечаю. Вроде обо всем рассказал. Если вам понравился ролик, давайте наберем под ним 2500 лайков, и я сниму продолжение, где уже на практике подробнее поговорим о том, как эти мозоли клеить, как с ними бороться, как уменьшать их последствия. И самое главное, как делать их профилактику, и как сделать так, чтобы мозоли не появлялись. Тоже есть некоторые фишки и способы. Поделитесь этим роликом в соцсетях со своими друзьями. Вам же это не сложно. Возможно, им будет полезно и интересно. Так что давайте. Всего лишь одна кнопочка, а они узнают полезную информацию. Пишите в комментариях, как вы боретесь с мозолями. Тоже будет очень интересно почитать. Я знаю у всех какие-то разные свои интересные способы. Вообще из комментариев получаю массу полезной информации. Не забудьте подписаться на канал, если вы вдруг еще случайно этого не сделали. Нажмите на колокольчик. В общем, сами все знаете. Следите за нами в соцсетях. И, конечно же, ходите в поход, друзья. Пусть ваши ноги не знают мозолей. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока.